Следующий матч, карта Мираж, Хероик против Фнатик. Вчера, кстати, я комментировал Хероиков, очень достойно они отыграли. Ну вот посмотрим сегодня соперник пожёстче. Команда Фнатик, которая буквально вчера сделала изменения в составе. Взяли они Твиста вместо Дрейкена, ну и Скрим остался пока что в позиции Стендина. Всем ещё раз привет, действительно мы будем наблюдать довольно жёсткий матч между этими командами. Вчера Хероики проиграли также, вот и комментировал выигрышный матч, а Хероики слили коллективу Норс, притом без панза практически. Но у нас перестелка на миди, Мерд забирает уже двоих твисты, Кримс отвечает двумя фрагами в разме, ну и Фнатики готовы ходить на план, где никого нет. Можно поставить бомбу, флешка залетает на Дельпан, где будет даже прочая к позиции, 50-50 плюс возможность убрать из тага, который только пытается зайти на Скрим. Адиль Берлинтон делает свой минус, и только два игрока команды Хероик могут противостоять, тем более что нет дефис китов, по крайней мере я их не видел в наличии. И Кзиста не чекают, Кзиста оформляет голову, а Силина Фрайберг находит свой фраг, но Кзиста так и не дочекали. Скрим что-то начинает беймить фактически уже в труп выстреливая патроны. Но это первый раунд для коллектива Фнатика, и действительно мы пока посмотрим с вами первую игру в таком составе. Я вот еще твиста не видел, притом давно не видел уже твиста в бою. Если мы наблюдали, оставив Фнатик уже, то вот твиста еще нет. Ну посмотришь за твистом сегодня, посмотришь как он играет с Савиком, основную роль, или может быть Живи все-таки будет у нас мейн снайпером. Но исходя из того, что с Узишкой бегает твист, может быть он решил не тратиться сильно. Хотя, например, за атаку я сегодня буквально записывал влог, чекал его статистику, он предпочитает ходить в большей степени с АК-47. Это его мейн девайс, ну а ВП на втором месте. А вот ЗКТ на третьем и четвертом только МК находится у него. Тем временем, четыре игрока у команды Фнатик стоят на центре. Ребята играют аккуратно, подходят сейчас под зигзаг, но и должны определиться все-таки с Вектором. Но исходя из того, что бомба под Б, это точка Б. Фриберг ловит твиста, чекает дальше комнату, неплохо попадает по Гзисту. Идут дальше игроки атаки, начинает накидывать Кримс флешки. Но вот кому-кому, а Кримсу нужно проходить очень аккуратно. Откидывает флеш под комнату себе. Дживи тем временем на Апленте орудует, забирает моди. И команда Фнатик решила сыграть немножко по-другому. Парни перегруппироваются по инфе, Дживи выходят на Аплент. И, собственно, делают все очень хорошо, потому что реально три человека у защиты находятся совсем не в той позиции. Но получалось разобрать еще одного игрока атаки. Это был Эстай, который с деглом оформил минус. Вообще два фрага именно с дегла было. Оформили команда и херойк. Бомба стоит, но и херойкам вполне возможно. Саваться не стоит. Гзист находит фраг по осилен. Эстайк отвечает разменом 2 в 2. И Мерс с эстагом имеет меньше сотни хп. И Калашников с скаутом унести бы куда-нибудь. Они очень биты. Хэшка прилетает на Ниндзя. Но Кримс не боится гранаты и просто убивает своего оппонента. Теперь уже Калашников точно должны сейвить. Точнее уже должен Мерс, он идет до конца и ничего не боится. Правда погибает. Это вторая команда Фнатик. Выбили три девайса, но все равно Кримс успел в последнюю секунду забрать Калашников и просто убежать в освояйся. 2-0. Фнатики пока что на Мираже чувствуют себя неплохо. Но это пока. 2000 долларов у нас у херойк при этом. Покупают юспки, ребята. Точнее, юспки покупают, а будут играть с юспами. Флешка у нас у эстега одна. Это значит, что ребята будут врываться. Эстег, скорее всего, откинет Деск Планта. И парни через коннектор выбегут на центр. Но тут, кстати, три человека. Может быть, получится ослепить хотя бы двоих и заимить ребятам из команды Хероик. Что-что. А вроде как стрельба у парней присутствует. Влетает флешка. Сразу же скрима забирают. Ослеп, кстати, экзист на долю секунды. Но в итоге эффект проходит. Экзист тут чуть ли не сделает и вспомогает в Г3-0 для команды Фнатик. Ну, исходя из того, что потратили всего лишь 200 долларов, забрали скрима. Минус армор, минус девайс. Соответственно, ну, более-менее. 3-0 в пользу шведов. Хороший бай от команды Хероик нас ждет. И смотрим, насколько хороши эти ребята за КТ на карте Мираж. Ну, ты вчера, по-моему, комментировал как раз-таки карты Демираж от Хероиков против Энепи. Там тоже смотрел на халтовый счет. Да, и проиграли Нипы ПД. Да, Нипы там практически все время находились позади команды Хероик. То есть Хероики уверенно, вроде как я смотрел, доминировали там. И в итоге вывали 16-11, по-моему, да, был счет? 16-13. Нипы в конце только камбэчили, но в целом они постоянно были действительно сзади. Вот, возможно, отомстят за... А, нет, подождите. Продолжат доминировать на карте Демираж Хероики пока что. Будем смотреть за девайсным раундом. 5 эмок, нет снайперской ментовки. В принципе, в 5 калаша играет коллектив Фнатик. Есть дефюс-киты у Адама Фрайберга. Есть также раскидка флешки с Макиннин Молдов. Ну, а Фнатик уже запускает ЖВ на окно. И ЖВ делал своего первого фрака. Дальше выход на Аплент. Флешка отлично прилетает на яму, но игроки Фнатик особо не боятся. Ездит с маком игрок защиты, но Твист убирает Дестайка. Второго здесь не ждут. Фрайберг, делал 2-2 минус 3. Можно попробовать, а не падает. Также падает еще Экзист, остается лишь последний ЖВ. Это 3 в 1, оставшийся последний игрок атаки. Что вытворяет на этом Фрайберг? Квадрокилл. Круто сыграл там, конечно, не без везения, но подставились ребята очень сильно. В итоге Адам мстит к Зисту. Напоминаю, когда-то давно они играли вместе. В коллективе NIP. По-моему, Адам был первым игроком, кто покинул некогда легендарную команду. Ну, я на самом деле шучу. Никто никому не мстит. Еще раз я вчера эту тему поднимал сегодня. Могу сказать, что в любом случае ребята расстались с хорошим отношением друг к другу. Тем временем, врыв на центре. И в этот раз Гзист забирает Адама Фриберга. Выход на центр. Рот Фнатик продолжается. Ловит несколько флешек. И должны, наверное, отойти назад, перевести дух. Но при этом парни-то в большинстве. Это 5-4. И это шанс для команды Фнатик сделать еще один для себя раунд. Ну, несмотря на то, что было всего лишь два девайса у коллектива Фнатик. Один на калашников уже нашли. Можно попробовать еще кого-нибудь забрать. Еще одну эмочек, например, унести. Нет. Мерцы стайк дают по минусу. И уже большинство переходят под контроль команды Хероик. Но идут постепенно на точку Б. Правда, идут медленно. Там лишь один Мерц. И если пройдут снайперы команды Хероик, которые без АВП, то вполне возможно получится занять план. Смоук не совсем аккуратно перелетает на апартаменты. Ну, и Гзист под этот Смоук будет открываться. Молотов на машину. Можно попробовать пойти дальше. Гзист начинает свое кшествие. Видит Мерц. Мерц пытался отвернуться от флешки. Но по таймингу просто Гзист оказался на полсекунды быстрее. И в итоге 3 в 3. Действительно, тот сценарий, который я описал, и происходит. Правда, Силен дает минус по Гзисту. Уже 2 в 3. Чешка плюс калашников. Это реализован GV. Остаются в наличии у Фнатика. Уже 2 в 2. Дефьюз киты присутствуют у Эстага. Эстаг моди 2 в 2. Ребята на шифте. Попробует сейчас аккуратно зайти из библиотеки. Хороший коктейль молотого под скрима заставляет в итоге его играть в этом уголке. Но скрим в итоге не выходит. А выходит только сейчас. Удобный для себя тайминг. Моди его хоть и ловят. Остается 1 на 1. Но при этом GV не открывается. И у Фнатик все шансы взять все-таки этот раунд. GV заходит в спину. Ах, мог даже зарезать моди, но не стал этого делать. Хотя полторы тысячи долларов, знаете, не валяется. Много хайпа вокруг ножа. Но многие из вас забывают, что ножик в CS GO это прежде всего полторы тысячи долларов. Что является очень хорошей экономикой. Ну и также это хайп, который иногда приносит проблемы команде. Например, мы опять же можем вспомнить самый показательный момент, когда команда Na'Vi попытались Call Zero на Goblestone прирезать. А потом Call Zero начал злиться. Соответственно, этот клатч вытащил, не дал себя прирезать. И просто команду Na'Vi уничтожили по факту. Ну, такое тоже бывает. Хотя обычно эти самые ножи приносят, наоборот, еще больше позитива, если такое происходит. Тем более, что GV любит на кабанчика брать своих оппонентов. Притом это происходит довольно часто. Как и Сиплуха тоже с этим балуется. Но пока что у нас экономический раунд от коллектива Heroic. Возможно, мы сегодня ножки увидим. Увидим какие-то эйсы. У нас уже Фрайбер показал хороший мувик в прошлом раунде. Но без особых проблем. Фнатик забирает для себя пятерочку. Потеряв только одного GV, Фрайбер оформил для себя восьмой минус. И, ну, что по фрагам. За шесть раундов Фасилина пока не видно. Снайперская винтовка у него на руках. При том, что, опять же, не он снайпер. Но, по всей видимости, будет СВП бегать. Потому что без армора с эмочкой будет, ну, совсем не комильфо. Без СВП, по-прежнему, играют Фнатики. Пока что мы не видим от Твиста той самой снайперской винтовки. Либо же от GV. Пока еще непонятно, кто будет играть. Но точно не Скрим. Скрим у нас вместе с Твистом готовы выходить через яму. Есть игрок с бомбой. Ну, и, по идее, раскидка плента готовится от игроков атаки. Стоят на шифтах. Вот-вот пойдут. Кримс пока что не высовывается. Играет довольно аккуратно. Тем временем Модис Фамасом попадает в голову. Мерц разваливает GV. Отходит назад. Коктейль Молотова. Мерц делает минус. Кримс тем временем откидывает Смок на Хелпу. Прилетает еще одна флешка. Истек ослеп. Хороший выход от команды Фнатик. Но слишком мало игроков у шведов осталось в живых. Поэтому истек, конечно, чувствует себя безнаказанным играет. Очень раскованно делает киллы. Еще один раунд для команды Хероик. Счет 5-2 в пользу Фнатик. Остается 8 до конца. И все-таки бай. Чуть ли не последний у шведов. Вот этот раунд может быть переломным. Как для одних, так и для вторых. Поэтому, естественно, обе команды очень сильно заинтересованы в том, чтобы его взять. Ну и вообще, в прошлом раунде у нас команда Фнатик погибла фактически в одном месте. Под головой. Где был выход сначала на Истаг. Сначала, прошу прощения, на Мерца. Потом на Истага. Ну и, соответственно, 5 трупов без одной потери. Без вообще каких-либо потерь. По-моему, даже гранты остались по окончанию раунда. Просто фнатики вышли на прицелы. Ну а здесь, действительно, 3 калаша плюс 2 чешки для шведов. Ну, шведов и одного бельгийца. Адиль тоже интересно будет посмотреть, как он продолжает свое нахождение в команде Фнатик. Мерц все время стреляет твиста. Выход по точку Б. Скрим будет первым. Его заметили. Скрим погибает. Попытка дальше. Асили на кого-то заметит. Живи погибает. Тут же под спрей представляет следующий Кримс. Это был халявный фраг. Но он достался самому, наверное, везучему игроку этой команды. 5 в ноль снова. Херойки укрепляет свою экономику. Никого не потеряв вновь. Сохраним все свои девайсы. Это 4 калаша плюс снайперская винтовка. Докупив немного раскидки. Остается еще по 4 и 5 тысяч на руках у героических ребят. Ну и 2 раунда отделяет команду Херойк от временной ничьи. Пока что они к этому должны стремиться. Но с другой стороны, было бы неплохо вообще победить за КТ. Со счетом 9-6. Я думаю, это был бы тот задел, который Фнатик, возможно, и не сломали. Но Фнатики будут еще работать хорошенечко. Может быть, будут тайм-ауты брать и попытаться что-то как-то поменять. Откидывает Мерц флешки. Чекает мид. Забирает Живи. Уходит назад. Тем временем, Триберг хорошая хаешка под окно. У Твиста 10 хп. У Гзиста 42 холспоинта. Кримс хоть и попытается как-то ребятам помочь. Но в целом, конечно, ничего уже, наверное, не светит с Фнатиком. Нужно попадать в хеды в первую очередь. Но с другой стороны, все под контролем команды Херои. Правда, Фриберг сейчас высовывался. Мог получить. Но сделал сам килл. Ушел назад. И по идее, будет играть теперь очень аккуратно. Взял на себя точку Б. Но Гзист и Компания идут, видимо, в коннектор. И там вот и стэк на тикетбоксе может делать минусы. Но в целом, Фнатики заинтересованы в том, чтобы сделать хотя бы один минус в этом раунде. Хороший кроссфайр от Хероиков и окно. И Зигзаг, и Сплэнта тоже двое игроков защиты были. Поэтому пройти как-либо команде Фнатик даже в коннектор или посадиться в окно было практически нереально задачей. То только какой-то, не знаю, сумасшедший хэдшот или ошибка защитника могли позволить этот фраг допустить. Но, опять же, без потери Девайса для Хероик уже третий раунд подряд. У них уже по семь и более тысяч имеется на руках. Соответственно, где-то два бая, наверное, даже в случае проигрыша они себе смогут позволить. Но это еще не точно, что проигрыш случится. Потому что Хероики довольно интересно смотрятся в защите. А Фнатики пока что показывают одно и то же. Врываются на позиции, где нет каких-то толковых смоков или флешек. Былит нам даже молотовых на позиции. Поэтому Фнатикам нужно действительно сыграть как-то командно. У нас пока что поджим Ямы от коллектива Хероик в моде. Замечает Кримза. Ну и пока что Доктор Кримз падает. Это 4 в 5. Нужно для Фнатик. И попытка заняться в новом центре у них это получается. Но как дальше пройти, это непонятно. Пока в окне есть игрок защиты. Также Зигзаг издалека с Мунта контролируется. Мерс СВП будет смотреть. Но смог залетает. И теперь уже пройти на тот же самый коннектор будет с задачей попроще. Дживи вместе с Гзистом готовы заходить сейчас через коннектор. Собственно там не только Гзистом. Там вся команда находится на центре. Но решили немножко постоять, подождать. Смок пока в принципе лежит в коннекторе. Как раз под Смок есть резон. Заходить сейчас на Зиг и проходить на плен Б. Но Гзист играет довольно медленно. Он не палится. Он играет на шифте. Потому что боится авось где-то кто-то его услышит. С другой стороны позиция такая, что никто его не услышит. Разве что на сэндвиче там какой-то отдаленный топот. Гзист крадется. Выходит все-таки на точку Б. Тут у нас два человека. Подсадка. Попробует Гзист сейчас кого-то заметит. Вот Силиан. Заметил его рука. В итоге Силиан падает. Явно не ожидал у нас игрок защиты, что его смогут забрать через Зиг. Гзист разваливает Фриберга. Остается у нас Моди, который тоже падает от Живи. Мерс в библиотеке. Пробует сделать минусы. Истек находит Живи. Ситуация 2 в 2, кстати. И как бы там ни было, у команды Хероик есть шанс взять тата раунда. Но вот она звезда команды Фнатик. Новая звездочка Твист делает килл. Мерс умирает. Истек 1 против новичков шведского коллектива. Ну, по-моему, очень легкий фраг ожидает Адиля. У Истека остается меньше половины ХП. Унести бы Авик. Да, он попытался выйти из маркета. Как-то организовать ответную атаку. Но не получается. Нужно просто нести ноги. Хочет денег многовато. Но все равно терять экономику против такого грозного соперника ни в коем случае нельзя. Шестой для Фнатик. Отличная реализация меньшинства. Опять же, напомним, что Фнатики были с тремя гранатами. Их было 4 против 5. Ну, отличная посадка в зигзаге. Да и потом еще действия GV принесли. Вот такой положительный раунд для коллектива из Швеции. 13 на 8. Тем временем идет Гзист. Что весьма неожиданно для меня лично. Обычно убивает Кримс. С Кримм. Как-то GV. Но чтобы Гзист. Это довольно, знаете ли, редкая ситуация. Когда Гзист является керри своей команды. В два АВика решаются. Фейзах у него иногда получалось, когда он на замене играл. Ну да. Вот в Фейзахе тоже вспоминаю, что иногда такое случалось. Но с другой стороны он там выполнял все-таки большую роль убийцы. Нежели в команде. Тут да, он координатором является и в итоге получается убивать. Ну, отлично. Фнатики за счет этого в некотором смысле сейчас и показывают такую вот неплохую игру. 6-4 в пользу шведов. При этом 5 раундов до конца. У Мерца АВика и СТЕГа тоже. Причем у команды Хероика осталась экономика. На следующие раунды ИСТЕГ попал в ножку. И по идее он это видел, да. Откидывает гранату. Но при этом GV уже поменял свое место в положении. Хотя еще 3 хелспоинта потерял. Риберк находит игрока в комнате. Решил сыграть аккуратнее. Уходит назад. Возвращается. Команда Фнатик готовится сделать выход на Аплент. Есть ковры, есть яма. При этом 3 игрока зайдут через коннектор. Правда вот Кримс поставил на Тетрис и решил отойти. Но исходя из того, что тут все и решится. На коврах Мерц! Что за ситуация? Просто нереальный бинус. Скримс сделал килл. Мерц сейчас на себе мог взять сам просто единоличный раунд. Потому что бомба-то была у Скрима. В итоге Фнатики заняли Аплент. И сейчас Херойкам придется делать свое фирменное выбивание. Но не факт, что оно получится. Хотя Моди неплохо сыграл на размене. Это 3 в 3. А там еще двое половинчатых. Здесь сражается. Но проигрывает пересылку Асилина. Это уже 2 в 3. 1 в 3. Ставит Скрим бомбу. Но погибает. И он Асилин. Что ставит Смаки? Невероятный прострел. Это даблкил для Моди и Асилина. И пятый раунд для коллектива Хероик. У них и так были деньги. Сейчас все-таки еще и с Калашитом начинают просто передробовать. Стамперскую ментовку тоже подбирают. И все хорошо. У команды Хероика. Вот Фнатики, по всей видимости, будут вынуждены сделать один экономический. Ведь деньги есть только у одного Джей Ви. Соответственно, выход на 6-6. Возможный выход на 6-6. Я думаю, что Джей Ви раскинет какие-то пистолеты. И сам будет бегать с диглом. Да, так и получается. Кримс покупает себе сам. Джей Ви покупает сам. Но по три глака. Может быть, какие-то флешки позволят игроки Фнатик себе еще закупить. Третий дигл влетает. Но да, как-то слабо верится в то, что Фнатики такое смогут потащить. Был бы какой-то смог, можно было пробраться. Это... Ох ты, Кримс, что ставит в окошко. Мерс только подошел на убойную позицию. Но тут же получает от игрока команды Фнатик. Это уже 4 в 5. Но по-прежнему без арморов, без кранат. Лишь одного Кримса имеется первоармор. 4 в 5. Выход Моди. Замечает скрима. Тот падает. Четверо игроков команды Фнатик. Пытается подсадиться. Рибер чекает эту позицию. Откидывает коктейль Молотова. Снайперская винтовка в руках у Твиста. Он уходит назад под точку Б. А тут поджимает Исилиан. В итоге можно подобрать ИВП для Мерса. И остаться уже 4 в 2. Ну и до конца добить игроков команды Фнатик. Джи Ви ловит Фриберга. Адам загулял. Есть теперь эмочка у Джи Вишки. Моди тоже падает. А ситуация-то кардинально поменялась. 2 на 2. И у команды Фнатик 2 девайса. Можно такой раунд попытаться сдащить. Тем более тут еще и жутагу. Ой, ты стаг за сигаретой сидел и получил от Джи Ви, который совершенно был один. Но в общем-то бомба ставится. Еще не факт, что Шестой забирает себе херойки. Только если Асилиан раздаст какие-то 2 невероятные минуса. Хотя он уже показывал. Через смок, через все подобное. Асилиан забирает крем сзади. Фьюзки-то имеется. Правда нет смока. Но есть флешка. Можно попробовать Джи Ви. Находит фраг по Асилиану. На седьмой раунд для команды Фнатика было только 3 дигла. И на этом-то и все один армор. Но как же навешивали хедшотов Фнатик из этих самых диглов. И Джи Ви постарался. И Кримс сделал свои фраги. Но херойка что по деньгам. Будут ли закупаться? Да, вроде должны 7500. У Эстага есть также деньги на вторую снайперскую винтовку. Но вроде можно пробовать. Но это большая и большая оплошность. Если этот раунд проигрывают, то вполне вероятно, что Фнатики процентов 90 выходят на 9-10 раундов для себя в первой половине. И у нас будет с тобой какое-то повторение первой карты, когда за КТ берется 5, ну может быть 6 раундов. То есть далеко не половина и далеко не максимум. Ну посмотрим еще. Вторая половина не за горами. Однако Фнатики еще... Что это было? Где? А там просто Джи Ви получил от своего в апартаментах, хотя ничего не предвучало битвы абсолютно. Я за другим смотрел. Тем временем выход у нас на сэндвич от команды Фнатик готовится. Именно сюда откинули коктейль Молотова. Твист в итоге заходит, чекает под коврами, Моди падает. Тем временем Фриберг играет на пленте, играет с Макеева, не видно. Фриберг пытается жить до конца, до сих пор живет. Откидывает из тек флешку под него, возможно, Адам попытается сыграть. Адам прячется, делает минус, Твист. В этот момент погибает, живи туда же, но при этом моментальный размен ответ от команды Фнатик. И теперь Фнатиков на одного больше. Это 3 в 2. И против них Мка плюс Истек играет с АВП. Чекает Яму. Нужно проверять также дефолт, но Асилиан стоит на халпе. И с одной стороны у защиты все равно остается неплохой шанс на взятие этого раунда, потому что Кримс красный, а у Кзиста 48 хп. Но подразмен Фнатики, конечно, могут выиграть этот бой. Ну, вообще, довольно активный раунд получился. Все в смоках, ничего не видно. Все стреляют. И тут Асистак развлекает толпу. Это минус 3 от него в окончании этого раунда. И просто вытащены в соло меньшинство. Как минимум, Херойки берут для себя шестерочку и оставляют за собой право еще выиграть даже первую половину. Ведь у команды Фнатик не так много денег. 700 JV, остальных даже до 3000 не доваливает. Ну, одеясь, что Кримс имеет какую-то возможность закупиться. Но, по-моему, это Форс, да, коллектива из Швеции. Закупать снайперскую винтовку для JV. По 1900-1700 остается на руках еще у команды Фнатик. Скрим на полную закупился. И какой-то такой довольно странный бай. Возможно, расчет на бомбу. Если будет плюс 800 за прыгнутый раунд, это вообще хорошо. Но мы видели самим и не такое взятие раундов от Фнатик. Поэтому вполне возможно, что еще не придется там собирать последние копейки, чтобы наглядовать на какой-то калашников и попытаться заточить для себя еще один раунд. Он теперь уже не так активный, как Фнатик. Понимаю, что у них далеко не преимущество ни по позициям, ни по девайсам, в первую очередь. Раскидки маловато. Одна хаешка всего лишь остается в наличии у скрима. Но как-то я даже не знаю. Только если JV спасет положение, и СВП реально вылетит одного-второго положено лопатки, и тогда команда как-то посаппортит с деглами. Ситуация 5-5 пока что. Очень медленно игра от команды Фнатик. Они играют крайне аккуратно. Они видят, что моментами получается играть с пистолетами. Поэтому не высовываются. И играют под entry frag от JV. Возможно. Но JV пока что крадется с авиком под точкой B. При этом там у нас играют два человека у команды Heroic. Все играют довольно аккуратно. Под 90 градусов стоит Riberg. На бенче не высовывается. Но и при этом стоит у нас также Essilion, который чекает окно. Пошел выход на точку B. Riberg разбирает двоих. Кримс отвечает у нас. Делать еще один минус к ним детский. Но это 3 в 2. Подобрали опять же M. Игроки команды Fnatic просел моди. И Fnatic на ровном месте могут взять раунд. Но вот казалось бы, игроки с защиты играли довольно аккуратно. Сейвово, но все равно что-то им не хватило. В конце концов, JV какой фраг делает. Вот это снайперская винтовка от Jasper'а в Axl. Но опять же Кримс, опять же JV вытаскивает такой непростой раунд для шведов. Оставляя Heroic с 1400 долларов на руках. А это чешки, это первые, вторые армуры. И совсем мало раскидка. А именно сейчас мы имеем дефьюз киты, смоук и всего лишь одна флешка плюс скаут. Для Мерца это довольно мало. Но хотя бы 6 раундов для Heroic они могли, конечно, брать и должны были, наверное, брать побольше. Ну а далее такие два раунда спорные довольно. Но тут уже от мастерства Кримса и JV зависело многое. Из деглов, из СВП получилось сделать свои минусы. Поэтому такие раунды залетают зачастую, когда такие гранд-мастера контр-страйка встречаются против... Ну тоже неплохо команды, но, видимо, не такой везучий. Выход продолжается. В этот момент и стэк падает. Ситуация 3 в 3. И Сириан с Эзехой на шефте подходит. И вот, возможно, к Зисту его отстрелит или все-таки пропустит. Но в любом случае Ричард смотрит. Как раз-таки зигзаг. И рано или поздно, возможно, Сириан на этот девайс наедет. Кримс тем временем идет под Б. Бомба на центре. Разрозненно играет команда Фнатик. При этом ковры поджал нас Моди. И он проверяет. Хотя нет, остановился. Почему-то Т-спаун решил не проверять. Хотя в этой ситуации, возможно, оно того стоит. Но с другой стороны, он слушает ямы и ковры. И он говорит, что, ребят, я никого не слышу. Скорее всего, это Б. Стойте в том направлении. И как бы два человека принимает Б. Посмотрим, насколько хороши Дигл и ЦЗшка в руках команды Хероик. Да, посмотрим. Может быть, действительно, будет ответочка от Фрайберга. Который уже показывал нам неоднократно владение этим оружием. Здесь, правда, сбивает Осилинов. По Фрайбергу тоже сейчас информация появится. Потому что Фрайберг явно будет... Нет, Фрайберг не показывается. Фрайберг стоит до последнего. Фрайберг может сейчас между двух молотовых стоять. И не дает поставить бомбу. Погибает тем временем скрим. Это два в два ситуации. Есть девайс для Моди. Можно пробовать Кримс. Не обращает Фрайберга. Остается лишь последний выживший Моди. Там есть М-ка. Информации по Моди не имеется. Но хороший смог. И постановка плента в этот самый смог. 10 секунд. Моди будет сражаться. Линф-2 нужно вытащить данный кладь, чтобы взять седьмой раунд для своей команды. Моди уже вышел с апартаментов. Кримс пока не знает. Не находится его оппонент. Как, в принципе, икзист не догадывается. Но Моди получает по голове, как Кримс только посмотрел в сторону апартаментов. 9-6. Натчика забирает себе за атаку 9 раундов. Что, мне кажется, весьма неплохо. И как-то, не знаю, в Херойке был небольшой перерыв. И был спад по играм, по скиллу, вообще по результатам. Но до этого они очень жестко стреляли. Там и показывал очень жесткие действия и стагда. И, в принципе, вся команда играла. Потом какой-то действительно провал. Такая ямка. И сейчас вроде пытаются обратно выстроить свою игру. Но временами кажется, что все равно не хватает им. И они все равно держатся на уровне 2 команды. Ну, посмотрим сейчас, как закончится все-таки этот матч. С одной стороны, Фнатики набрали довольно много раундов. С другой стороны, вчера Херойке показали, что на Мираже вроде как играют тоже достойно. Тем более, сейчас попробуют за атаку отыграть. Хотя, вчера против Нипов, насколько я помню, за атаку не клеилось. Или... Нет, у Нипов не клеилось за атаку. Ну, ладно. На самом деле, вчерашний день это был первый игровой день ESL ProLigy. Сегодня второй. Сегодня команда уже в совсем другом, наверное, боевом духе. Где-то кто-то потренировался, кто-то посмотрел демозаписи своей же игры. Мы попытались, наверное, на скорую руку как-то что-то видоизменить. Ждем пока... Ребят, напишу трейди. Ждем рестартов. У нас это третий матч на сегодня на Дэм Мираже. После него останется еще три игры. Один Фнатик Хероик. И один, дорогие зрители, сейчас я вам скажу. Это Биг против Астралис. Ну, кстати, если кто-то считает, что это будет неинтересный матч, то он, наверное, ошибается. Потому что, мне кажется, Биги в рамках онлайна что-то Астралисом противопоставить смогут. Но вчера Смуя очень жестко лютовал. Опять же, это была игра против команды Норс. И Смуя набил, по-моему, за первую карту. Дэтренд, хоть и проиграли ее больше 35 фрагов. Наверное, даже по циракет. Но команда немножко не дотянула. Но, в общем-то, Смуя в форме у команды явно. Есть, что противопоставить любой команде в рамках ЕСР про Лиги, да и вообще, наверное, в Тир-1, Тир-2 сцене. Поэтому, действительно, против Астралис будет очень интересный матч. Я не знаю, когда что они сейчас готовы к этому сезону. Ведь, выиграв в Мейджор, они не поехали в Нью-Йорк. Не было у них там возможности. Но поехали за Дон Пробласт, и там взяли себе опять первое место. Фактически, Астралис, это С-Тир, как у нас по одному портальчику. Идет немножко другое ранжирование. И пока что им никто ничего не может сделать. С-Тайк, тем временем, врыв на зигзаг и уже убийство скримат. На веб-ленте остался лишь один гзист. Погибает и он, но и Джи-Ви в окошке дежурит. Против, понятно, получает флешку в лицо. Ну и, соответственно, помочь своей команде пока не может. Уже трое игроков находятся на маркете. Но все трое могут погибнуть, потому что Джи-Ви 4 хп. Хотя крипт находят ответный минус. У Мерца есть юспик, можно попробовать поставить по голове. А вот с тиммейтами, конечно, тяжеловато. Как-то пытаться выйти из этого маркета, из одной точки идти. Можно, наверное, в теории выпрыгнуть в окошко, но там стоит дежурит Моди и вряд ли кого-то пропустит. Тем более у него есть лаги Ласка. Ласка работает, и Мерц работает по своим, по чужим, чтобы все боялись. Нормально. Джи-Ви падая, ситуация была довольно непростая для команды Хероик в какой-то момент. Но сумели выйти, сумели раздать, поставили по хэдшоту и досвидот сказали команде Фнатик. Пистолетка уходит Хероикам. Счет 9-7. Два раунда их отделяет от временной ничьи. И, судя по всему, совсем скоро мы увидим этот счет 9-9. Если, конечно, Фнатики не затащат экономический раунд, точнее, форсбай. Да, как это принято сейчас называть. Скрим с первым армором. Хаешка у Адиля тоже имеется. Джи-Ви играет с Зэхой и вторым. Ну, а Хероик играет довольно аккуратно. Откидывает флеш на центр и занимает эту позицию. Хаешка хорошая. Диста должна прилетать. Две Хаешки. Мерц 30 хп. Так, 23. Асилим потерял чуть меньше 1 треть. Придется свапать девайсы между игроками, чтобы Калаш имел побольше возможности пожить. Но, как факт, это, конечно, очень отличное начало. И с 5-7 можно добить, и с Чешки можно попробовать также анигилировать своих оппонентов. Но и Скаут, если подработает, даже по Асилии, но может быть тоже очень недурно. Но пока что не видели Хероики своих оппонентов. Тусуются на центре. Бомба уходит на телевизор. И, по всей видимости, мы увидим выход на точку B от коллектива Херои. Хотя, если пойду сейчас... Да, двое зигзаг идут. Один остается на стуле. Будет контролировать, по всей видимости, выход. Либо через коннектор, либо через окно. Ну, в общем, миддл под контролем. И 4 в 2 будет занять себя Б-планта. Кримс чекает пока что яму. Там никого у нас нет. Выход от команды Хероик на план Б. Хорошая подсадка от скрима может сыграть свою злую шутку против команды Хероик. Но при этом погибает Гзист. Ему не стоило так быстро умирать. И в итоге скрима чекают. Б-плант занят. Фриберг наказывает на скримза. Кримс... Точнее, твист вместе с Дживи. Удаем против пятерых. С ТЗХ и пушат. Моментально падает все-таки Исилиан. Но и твист остается с Дезерт Иглом. И Дживи с АК-47. Но при этом ребята уходят на сейп. Я, кстати, вот подумал. А у МП-5 глушитель не скручивается? По-моему, нет. По-моему, не скручивается. Хотя я могу ошибаться, потому что с МП-шкой я еще не бегал. К сожалению. Я вот бегал, но почему-то забыл проехать. Но я думаю, нет, потому что об этом бы писали все. Как-то мы чаще бы это видели. Но вообще, как идея, потому что у МП-то можно глушитель снять. И по идее, по логике вещей у МП-хи тоже нужно такое сделать. Может быть, мы увидим это новшество в новом обновлении. И тем временем бомба взорвалась. Геройки берут еще один раунд. И счет на это 9-8. Да, есть калашников, есть скаут. Скаут отдают скриму. Интересное решение. Хотя вот, да, с АК-5 мы видим Адиля очень редко. Со скаутом почаще. Хотя отдают обратный скримзут. Пошла по рукам эта винтовка снайперская. Но по факту есть по-прежнему шансы. Диггл имеет в руках у Твиста. Хотя, наверное, у Адиля привычно видеть данный пистолет. Но, в принципе, опять же, посмотрим. Может быть, там живи вообще разрулить все ситуации. Не оставить шансов оппонентам. И, может быть, так и придет раунд. Хотя, подождите. У нас фнатики занимают аплэнд пятером. Трое игроков с бомбой от команды Хероик находятся в яме. Но бомб-керри перемещается под терровский спаун. Игроки Адаки уже готовы выходить на точку Б вдвоем. Прочеркать информацию. Просто-напросто высыпаться всем в большинстве. Так и происходит пока без особых проблем для датчан. Которые должны просто убирать всех и вся. Стоит у нас Кримс. При этом чекает библиотеку. Но при этом Б-плэн-то занят. И, соответственно, защите придется сохранять. Ну, по крайней мере, один автомат Калашников, который находится у Дживи. Все остальные, по идее, могут там побоевать. Попытаться сделать какой-то отстрел. Поэтому это полезно. Это надо делать. Потому что реально отпускать Героика вперед слишком сильно по экономике тоже нельзя. Дживи у нас прячется. Кстати, Дживи занял такую позицию довольно спорную. Потому что если Кримс не попадет, Дживи могут проверить. Но, с другой стороны, тут скрим еще. Если что, на выручке он спасет своего тиммейта. Но, в любом случае, это раунд для команды Хероик. Так, Фнатики не торопятся. И, естественно, пытаются все так же сделать отстрел. Но Хероики все вместе начинают отходить с данных позиций. Хотя уже есть Твист, который с Дигла пособен стрелить хотя бы одного-двух. Здесь погибает тем временем от Эстага. Фармится плюс 600. Игроком атаки Скаут Кримзом уносится. Ну и, в принципе, только с одним убийством в этот раз заканчивается без потерь от Хероик. И Эстаг забирает себе еще Твиста. Но это был не девайс у Фнатиков. Поэтому не так, чтобы страшно. Дживи, Скалашов, 445 у него имеется. Без АВП, по-моему, в этом раунде для Фнатиков. Я не вижу, чтобы там было на АВП, в принципе. Скаут Кримзом будет ли меняться, либо отдавать? Нет, пока не закупает себе ничего. Думает, есть ли смысл оставлять Скаут. Но, вообще, как идея, вполне может быть реализована. Если что, Кримз не мейн снайпер. Но Скаутом, я думаю, что он играет весьма неплохо. Нет, отдает Дживи. А вот это интересный свап. Кстати, Калаш на ССГ теперь смотрится все более-менее гармонично. 9-9 вышли на претят обе команды, которые сейчас будут сражаться за выход дальше по раундам. Если для Фнатика это критично, важный раунд. То для Хероиков не так, чтобы. Да, не в роли догоняющих вроде как. Играют за атаку. Но у них еще есть возможность закупиться в случае поражения. В этом раунде там денег довольно много. И купить себе смогут все, что захотят. Твист откидывает смог в яму. Бомба. Подбирается и с тегом. Ребята идут в направлении Б плента пока что. Ну и вот непонятно, как Фриберг сыграет. Быстро ли пройдет Зиг? Ну, скорее всего, в этом резону никакого, потому что он один. Я так понимаю, он будет запирать плента. Но его тиммейты должны делать минусы в направлении точки Б. Фриберг неплохо ловит Кримза сейчас. Выход на Гзиста. В итоге прилетает несколько гранат. Гзист на пленте. Моди падает. Он топит, но не судьба. Твисты, Джи Ви 2 в 4. Бежать нужно на сейф уже. На самом-то деле вроде в дефюс-ките присутствует. Только 3 флешки. Меньшинство. Двойное и хаешечка. Прям под ноги Джи Ви. Ну, то есть не половину, а только 1 четвертую. Фриберг уже смотрит спину для своей команды. А действительно, фнатики пошли на сейф. Скаут плюс Эмка. Но есть возможность, наверное, найти для себя девайс поинтереснее. По всей видимости, там Моди погибал. И трое тиммейтеров тоже пали смертью храбрых. Но это все было сделано по точке Б. Поэтому я не уверен, что найдут что-то поинтереснее скаута. Только если заберут кого-то еще. Бонусом. Но это не точно. Твисты, Джи Ви. Уходят. Твист играет на коврах. Бомба взрывается. И команда Хероик выходит вперед на карте Дэймираж. Неплохое начало от героиков за террористов. И в итоге у нас что? Юмп может дать Твист или Фамас вместе с Живишкой. Или все-таки, опять же, экономически с двумя девайсами, как вариант. Кажется мне, что можно все-таки и бай сделать. 5400. И действительно только Скрим будет бегать без какого-то толкового девайса. Но решают сыграть более практично. И, ну, просто взять три дегла. Небольшой раскид. Ну, Истаг дает фраг. Беджи Витес встречает. Но Истаг находит еще второй минус. И забирает Виста. 4 в 3. Только три дегла имеются. Но девайсы подобрать сможет ли команда. Защитой Скрим получает отличную ХАЕшку. Ну, как команда Хероик, конечно, отличная ХАЕшка получается. А вот Скриму совершенно не радостно. Потому что 13 хп остается. И цифры не счастливые. Хп маловато. Но пока что для Адели некрасочно Кримса. Имеет калашников. Но уже без раскидки. Первый армор, дефюс киты. Но что-то совсем все грустно. Может быть, Скрим или даст хрючот? Модиль, красиво. Круто. Моди падает. Ситуация 3 в 3. Истаг вместе с Мерцем занимает пока что мидл. А что стоит с бомбой так долго у нас? Риберка чекает поджим под Б. Поджима там никакого нет. Отдает бомбу своему тиммейту. Проверит тут очень. Так тщательно всевозможные позиции. Хотя решили парни уйти в направлении Планета А. Тут 2 человека. Кримс вместе с Кримом. И на Скрима не знаю какая надежда. Надежда была большая на Кримса. Потому что у него хп было много. А вот Скрим 13% здоровья. И Дезерт Игл. Ну попробует. В принципе. Какой-нибудь быстрый. One shot. Нет, не получилось. Промахивается Скрим несколько раз. Мерц в итоге его добивает. И в конце концов бит последний у команды Фнатик. 11.9. Эти героики ведут на карте Мираж. Хорошо получается Херойк. Хотя в Супер половины были в роли догоняющих. И сейчас уже берут 5 раундов подряд. Но придется встречаться снова против Девайсов. И посмотрим, как отвоют Херойки в этот раз. У нас уже 22 фрага у Истага. Он в прошлом раунде сделал квадрокилл. Снайперская винтовка есть у Мерца. Но что у нас по фрагам от новичков команды Фнатик? Крим 7.14. 9 на 15 у Твиста. И напомню, что это опять же первая игра Твиста за эту команду. А Скрим отыгрывает уже матч, наверное, пятый. Может быть, шестой. Потому что с Фнатиками он был еще и на квалификациях мейджеру. Вроде бы даже в групповой стадии он был с ними. Но со Скримом Фнатики не вышли. Фнатики не вышли впервые в стадию легенды. Это было печальным событием, вероятнее всего, для шведов. Но, может быть, сейчас за этот сезон, за эту регулярку поднамерут скилла. И, может быть, даже Скрима оставят себе. Потому что много, конечно, игроков индивидуальных осталось. Скрим и Саля там вроде выкинули. Ну, не вроде уже, а выкинули из команды. Не знаю, что там произошло. Вроде пытались выяснить, что там было. То ли денег не поделили, зарплату попросил МСЛ побольше. После Стокгольма выигранного, то ли еще что-то. Но, в общем-то, непонятно. Выход на Аплент. Готовятся команды Хероик. Уже полетели смоки. Твист отстреливает Фараберга. И вот они, первые минусы с МВП от новобранца команды Фнатик. Тем временем, Джи Ви дальше чекает мидл. Но при этом на Апленте уже орудуют игроки команды Хероик. Их, да, трое. Но, с другой стороны, они заняли хорошие позиции. Крим, как знал, что ему полетит флешка. Успел отвернуться. Силен, в итоге, ну, далеко не факт, что подстрелил правильно. Потому что у него была бомба в руках. Моди, правда, делает то же самое. Пушит коннектор. Ну и, в конце концов, Мерц один против троих. Сумеет ли затащить? Играет пока на Апленте. Ходит возле дефолта. Проверяет коннектор. Твист его слышит. Мерц щелкает в Крима. И Твист довольно уверенно выходит делать еще один килл. 11-10 в пользу команды Хероик. Фнатики, наконец-то, берут раунд спустя 3, по-моему, отданных. Ну и в плане денег все хорошо у обеих команд. Даже не 3. Тут, по-моему, 5 раундов подряд Хероики взяли. Был счет же 6-9 в пользу Фнатика. И потом 5 подряд Хероики взяли. То есть Хероики имели такую уверенную серию по раундам. Мы Фнатики только вот сейчас смогли им показать. Но нужно брать еще. Потому что у них на счету по нулю. В основном GV 750, Кримс 1350. А у Хероика, в случае, немножко это имеется в случае проигрыша. Поэтому Фнатикам нужно брать серию из трех раундов. То есть еще один. Этот и еще один. Нужно брать для того, чтобы только выбить экономику команды Хероик. Ну и, соответственно, выйти вперед. По раундам. Либо же может заплаченно закончиться. И Хероики могут убежать слишком далеко вперед. И уже камбэк будет слишком далек. Прям вот очень далек. Хотя это и Фнатики. Да, умеют они играть карту Демираж. Но так и бывает. Сраги Кримс готов принимать выход на точку Б. И Кзис готов принимать выход на точку Б. Но как же Кзис затопил. Это минус 3. И Скрим помогает еще фрагам по Эстагу. Стоит последний Асилиан. Он находится на медле. Без бомбы, без стримейтов, без гранат. Это выигранный раунд для команды Фнатик. И это было очень здорово. Кзиста его просто-напросто не прочекали. Он собрал в ряд троих. Бомба лежит под Б. Асилиана шансов практически нет. Он хоть и бегает по Аплэнту. Точнее не бегает, а ходит. Не палится. Пытается кого-то вычислить. Но у Фнатиков все позиции под контролем. И они плюс-минус понимают, где мог бы находиться Асилиан. Этот парень, по-моему, осознает, что нужно уйти на сейв. Играет через лавочку. И вот тут момент, куда пойдет. На КТ или все-таки на ховры к себе. Нет, идет просто на КТ, на тикетбокс. И твист его здесь щелкает. Временная ничья 11-11. У команды Хероик все равно есть какая-то экономика. 3,5 с плюсом. И это позволяет им покупать даже АВП. Там Истек может купить снайперскую винтовку. Мерц с автоматом Калашников 0 и поменяются ребята друг с другом. Но в целом они принимают другое решение. Они берут и форсят. При этом оставляют экономику на следующий раунд. Ой-ой-ой-ой-ой. Случайно кто-то кого-то подрезал. Точнее, кого-то. Это я знаю. Истека. Вот кто засунул ему нож в спину. Непонятно. 39 хп. Причем Истек основной со вторым армором с автоматом Калашникова. И он этот автомат никому не отдал. Хотя, наверное, он того стоит. Также у Фриберга и у Моди. В итоге Джи Ви откидывает ХЕшку. Обидный раунд. Представляете? Такая... Купил Калаш, купил второй армор. Тебя чувак свой подрезает. А потом ХЕшка. Все отыграл. Добой. Будет попытка еще в следующем раунде 100%. Возможно, будет мстить за такой обидный... За такой обидный смерть. Ну, в общем-то... Да. Я не знаю. Пахнет, возможно. Может быть, у нас уже были попытки от Фнатиков убить друг друга. Возможно, героики тоже этим будут баловаться. Но неплохо оценивает Твист. Правда, получает от Осилина. С 50-го Джи Ви промахивается. Дает шанс и дарит возможность игрокам команды атаки еще больше. Здесь флага Фрайберг уже несется с бомбой. Напомню, что ему тиммейту есть смок. В этот смок можно поставить на бомбу. Правда, еще и подбирает Калашников. Уже проблема небольшая для Фнатик. Там скрим 22 хп, 36 на Джи Ви. Ток с ней стопит и чуть-чуть не добивается Фрайберга. Фрайберг устоит поставить бомбу. Только Осилина остается в живых. Бомба стоит. Нужно разыгрывать флэч 1 в 3. Флэчка вылетает. Но не слепит Осилина. Осилин забирает скрима. И теперь ситуация 2 в 1. Такой можно тащить. Но нет. Кзис запрыгивает на Файрбокс. И в принципе здесь все более-менее нормально. Джи Ви ищет что-то по пленту. Не знаю, дефуза или что. Но в любом случае он раздефузил плент. Это 12 раунд для команды Фнатик. И шведы в преимуществе. Ну, бомба стояла. Хороший бай, естественно, от команды Херойк. Потому что в целом это был форс. И я думаю, мы тут и снайперскую винтовку от Мерца можем увидеть. Ну, вот и стек, скорее всего, возьмет автомат Калашникова. 4 АК. АВИК от Мерца. Хорошая раскидка от команды Херойк. Но тут мало, конечно, покупать хорошие девайсы. Нужно показывать какую-нибудь интересную тактику. Надеюсь, она имеется у команды Херойк. Которая уже проигрывает Фнатиком в 1 очко. Ох, эти Херойки, конечно, мне. Но посмотрим, есть девайсы. Вроде бы и держались. Впереди хорошее начало в 2 половины. Но вот что-то Фнатики начали брать. И брать, и брать, и брать эти самые раунды. Опять же, продолжая доминацию. В первой половине. Напомню, что Фнатики взяли сумасшедшие буквально раунды с пистолетами. Один раунд. Один раз со снайперской винтовкой. Всего лишь в наличии. Но за счет этого получилось взять первую половину для себя 9-6. Ну, вот Херойки вроде догоняли. Но опять, как мы видим, проседают. Если сейчас теряют раунд, то это вполне возможно 14-й для команды Фнатик. Опять же, у героических не будет денег. А там один проигранный девайс на раунду. Херойки могут потерять возможность вернуться на мираже. И уже дать 3-поинта. И стак, и скрим. Тут ответочка двумя минусами от Адиля. Есть рак от Моди. Что-то Джей Ви немножечко заснул и получил от Мерцес АВП. 2 в 3. Мгновенно переворачивается раунд в пользу команды Херойки. Хотя Адиль, конечно, был здесь хорош. Но не было никакой холпы от тиммейтов. И действительно, Джей Ви, если бы немножко проснулся, мог бы помочь Адилю. И хотя бы выровнять ситуацию. И было бы уже 2 в 2 набивать попроще. Нежели 2 в 3. Еще и без гранат. Хотя с диффюс-китами. Но без абсолютно любых шансов на то, чтобы это выбить. Джей Ви сошибается с АВП, но пытается выпрыгнуть. И то, получается, уходит на Дельпан. 2 снайперские винтовки будут сейвить Фнатики. Но сейчас главное просто-напросто их унести. Возможно, даже стакаться вместе. И не подставляться под любые выстрелы от оппонентов. Бомба в итоге взрывается. Команда атаки берет раунд. Снова сравниваются Херойки. Отличная работа. 12-12. При этом оставили 2 калаша и АВП. Поэтому вложений сейчас по минимуму. Докупает Триберг, докупает Истек. Ну и в ответ 2 снайперские винтовки от команды Фнатик. Вот такой вот рецепт. Я как раз-таки сегодня рассуждал во влоге по поводу АВП, по поводу скрима. Ну и, как мы видим, Фнатики не стесняются брать 2 авика. Особенно на КТ-сайде. Это как Твист, так и Дживи. Ну, карта Мираж, скажем так, это позволяет. Хотя не всегда. Летит флешка. Эсилиан ослеп. Скрим проверил. Но при этом понимает, естественно, игроки атаки, что вблизи, значит, должен находиться игрок. Плюс, как кто-то ему кидал эту флешку. Значит, минимум 2 игрока на А-пленте. Возвращается у нас Мерц, возвращается Эсилиан. Ребята подберут бомбу и, возможно, пойдут в направлении планета B. Вполне может быть интересная позиция Фрайберга. Он находится на апартаментах и вполне может быть замыкающим игроком, лиркующим в команде Хероик. Если вдруг все-таки пойдут Хероики на точку B, то Адам Фрайберг может в спину нажить ни одного, ни второго. А вообще, может быть, даже полкоманды, которая находится сейчас на планете. Хотя, как мы видим, в медле GV, надеюсь, что он проснулся и будет давать фраги для своего коллектива. Потому что, ну, это был, конечно, момент такой себе в прошлом раунде. Но 2 Авика по-прежнему. Может быть и Твист. Солекционировали фрагов на данный момент. Твист имеет 14. Выравнивается. Если мы видели до этого 7 фрагов, то буквально за раундов 5 он стрелял больше, чем... Ну, или столько же, сколько за все оставшееся время, которое уже прошедшее, точнее, по раундам. А там раундов было больше 15. Так точно. Врыв на Аплент. Асилин забирает Кримза вместе с Эстагом на Апленте. Больше никого нет, только на Дельпане. Но там закрыты, по всей видимости, смоками все. И команда Heroic оформляет хороший врыв на позиции. Возможно, принят ХАЕшкой. Кто-то погибнет, типа Асилина. 2 ХП у Эстага, 32 у Асилина и чуть больше половинки у Моди. Вопрос в другом. Пойдут ли фнатики вообще эту бомбу выбивать? Потому что денег у них там не так, чтобы много. И вполне есть резон за сейв 4 девайс. Попробовать сыграть с тем же набором оружий, что сейчас имеется. Только подкупив набор гонаты, возможно, где-то даже сыграть агрессивнее. Потому что дефолт у них сейчас абсолютно не получился. Ну, в любом случае, сейв это неплохое решение. Даже если героики выйдут вперед, они не могут поломать экономику пока что команды Фнатик. Естественно, сейчас очень важно, чтобы именно 4 человека засейвило. Не 3, не 2, а именно 4. Потому что тогда, может быть, команда как-то поможет Кримзу. Бомба взорвалась, 3 500 и 200. И он, конечно, может дать эмочку Кримзу. И докупят ребята флешки, ХАЕшки и так далее. Но при этом героики ведут. У героиков, опять же, экономика уже довольно хорошая. И 2 подряд нужно брать в команде Фнатик, дабы победить эту команду. Надо. Но героики придумывают каждый раз новые раунды. И действительно застают врасплох шведскую команду, что приносит свои плоды. Опять же, не стоит забывать, что Фнатики имеют, скажем так, замены. Твиз пришел только-только. Они играют с ним первую официальную игру. Ну и Крим, который был в команде, я немножко ошибся. Не на мажоре, конечно же, а на Цель Ван Нью-Йорке. Уже столько игр прошло, хотя казалось бы, что тут было всякое. Но уже прошел Нью-Йорк, уже прошел Pro Blast. И все команды смешались. Но, в общем-то, не знаю. У Крима пока не получается отыгрывать. Судя по табуляции, у него 10 фрагов на 17 смертей. Хотя Адиль является очень жестким аэмером. Все его знаем как батька у Вантапера. Но пока что Адиль не идет в командной игре. По крайней мере, во Фнатиках против коллектива Хероик. Возможно, на второй карте раскроется. Возможно, и в этой мы увидим что-то многосшибательное от Адиля. Но Бельгиец пока тоже немножечко не в своей тарелке находится. Тем временем, прошла минута времени от начала раунда. И коллектив Хероик задумался о том, чтобы занять мидл. Они уже, в принципе, находятся на топе дле. Бомбу пока оставляют чуть пониже. Все ближе к террескому спауну. Но собираются пройти дальше. Плюс есть игрок на апартаментах. Это снова Адам Фрайбер, который готов, наверное, выйти из апартов. И где-то прочекать информацию. Собрать, как мы видим, два. На три стоят Фнатики. Двое на Апланте. Это может быть большая ошибка. Но, что так, Фнатики пошли минуту. Твист отстреливает насилия на 29 секунд на таймере. И нужно бы выходить. И стак навешивает хедшота в Кримзу. И остается красным. Но все равно ситуацию более-менее для своей команды выровнял. Выход. Фриверг падает. Джи Ви забирает Адама. Ситуация 3 в 3. Бомбу попытаются сейчас установить игроки в яме. Гзист разваливает из тега. Моди и Мерц. Бомба ставится на дефолте. Гзист. Крадется. Мерц в итоге ставит свой по нему. Не хедшот, а фраг делает скорее. И Джи Ви вместе со скримом. Очень важный раунд все-таки для команды Фнатик. Они потеряют очень много денег. И в итоге все может закончиться проблемами. А выбить плэн будет все равно тяжело. Прилетает флешка. Моди под нее действует. Джи Ви хоть и не слепнет. Но Моди выходит с хорошим чувством тайминга. Скрим в итоге 1-2. Забирает. Нет. Моди его забирает. Это 14-12. И героикам нужно взять 2 раунда подряд. Ну а теперь задачка для Фнатик. Что вы будете делать на раунде, когда у вас не хватает на полноценный девайс. Либо давать 15-й коллективу героик. И уже обеспечивать себе проблемы в том, что нужно брать 3 раунда подряд. И нельзя ни разу не ошибаться. Потому что можно отдать каточку. Но с другой стороны уже героики могут обеспечить себе минимум 1 поинт. Учитывая то, что они могут не выиграть в основное время. Но хотя бы обеспечить себе овертайм. Как мы помним, опять же, система там измененная. И в овертаймах немножко по-другому делятся поинты. 3 дигла, 2 чешки. Подобные Фнатик уже брали. Даже имея чуть меньше на руках. Но сейчас они в защите, а не в атаке. Поэтому нужно защищаться. И вот против такой сумасшедшей раскидки. И уже неплохо наработанных действий от герои, которые вылетают. Просто ставят себе у антапчики с калашей. Может и не заехать подобная движуха. 3 на 2 играет. При том, что в вэплэн практически полностью отпустили. 2 играют на зигзаге. И попытаются выйти в контактор. Твист собирает двоих. Это минус моди и эстак. Это просто поджим ямы, который был сделан соло. По-моему, даже без флешки. Хотя могу ошибаться. Гзист с диглом будет заходить в спину. И, кстати, это вариант для команды Фнатик. Кримс чекает ковры. Подбирается бомба. Заходят в ямы сейчас игроки атаки. Неужели они спину не посмотрят? Ну, спину они, наверное, не посмотрят. Тут еще вопрос, насколько быстро Кримс сделает минус или отъедет. Кримс в итоге забирает Фриберга. И это, конечно, самый важный минус в этой ситуации. Да и Твист делает килл. Мерц в итоге 1. И команда Хероик на ровном месте отдает, может быть, даже свою карту, друзья. Отличная работа от команды Фнатик. Парни постарались. Счет 13-14. Но такое нельзя вообще никак законтрить. Когда вылетает чувак и дает тебе с одного спрейс чешки просто два фрага. Ты не ожидаешь такой наглости, такого просто в каком-то случае везения. Тут действительно чешка неуправляемое оружие. В некоторых моментах на бегу можно тоже где-то были матчи. На дасте втором на бегу с какой-то сумасшедшей дистанции попадаешь две головы и выигрываешь раунд. И 5 просто взрывается. Притом игровой. Да и в принципе на твисте счетов 13-14. Последние деньги у команды Хероик. Если проигрывают данный раунд, то вполне возможно, что идут 15-й Фнатиком. А там уже действительно один для шведов. И можно выходить на победный Демираж. Это был очень важный раунд. Ведь преимущество было бы в 3. Пятнашка для Хероиков. И там рукой подать. И у тебя уже карта Демиража. Дальше можно сражаться и забирать себе еще 3 поинта. Учитывая, что получается пока у Хероиков играть. Но вот такие ошибки. Уже по раунду 3 они такие отдают просто пистолетом, если не ошибаюсь. Притом очень важны всегда эти пабираунды. Они могли всегда выходить в еще большее преимущество. Но получалось так, что они просто отдавали тот самый экономический левофорс раунд. И еще один сверху, а то и два. Кримс у нас, тем временем, готов принимать мидл. Никого там нет. Идут ребята через подвалы. Догадываются, судя по всему, игроки команды Фнатик. Кримс кидает смог. Чекает ступеньки. Ну и довольно аккуратная игра от команды Хероик. Они знают, что этот раунд сейчас, это, возможно, путевка для трех очков. Но при этом скрим делает легко и просто два минуса. Я так понимаю, подсадка у нас там была в этой ситуации. Моди и Сириан 2 в 4. Сириан поди разбирает коннектор. Но в любом случае это инфа для троих оставшихся. Хотя три оставшихся, их можно попытаться расколоть. Моди в подвале. Стоит, ждет. Тем временем, под бэджи Ви. С АВП проверяет далеко ступеньки. Тем временем, Твист у нас тоже с Мкой. И бомба оттягивается на плента. Ну вот, в этом моменте многое решится. Гзист против Моди. Сумеет ли Гзист сейчас словить коннектор? Моди крадется. Чекает себе спину. Гзист его не заметил. Моди, конечно, там очень аккуратно играет. А, кстати, выход на под бэ. А Джи Ви топает. Зачем же ты топаешь, Джи Ви? Джи Ви думает, что это А. Чекает Зиг. В итоге на Б выходит игрок с бомбой. И у команды Хероик отличный шанс на взятие этого раунда. Ну так, Джи Ви у нас с АВП. Смотрит пока что Зигзаг. Асилин уже падает на плент. Он заметит Джи Ви. Ставит великолепный уверенный хэдшот. И, собственно, теперь остается у нас только один Твист. Ситуация 1 в 2. Ждет его Моди. Моди отстреливает Твиста. И это 15 раунд для команды Хероик. Хотя казалось, что все карты на руках были у Фнатиков. Но Асилин просто за, не знаю, супермотивированный товарищ, который оформил двоих или даже троих в прошлом раунде, спасает ситуацию для команды Хероик. Ведь проигрывая, они были бы в очень незавидном положении. Сейчас у Фнатиков хватает на, пожалуй, два девайса полноценных с более-менее какой-то раскидкой. Джи Ви вполне возможно купить себе снайперскую винтовку. И останется денег на смоук либо одну флешку. Ну, а Фнатики будут дальше закупаться Фамасы, Юмпы, какие-то, возможно, пистолеты в пользу раскидки. Например, у Скрима всего лишь 2100 долларов. Там Дигл, Армор и максимум две флешки. Поэтому совсем все печально пока для Фнатика. Они вполне возможно вот за счет того фейла в прошлом раунде отдадут карту, хотя могли и, наверное, даже должны были выходить на счет 16-14. Ну, посмотрим на самом деле, сумеют ли Фнатики с этим не самым хорошим баем. Все-таки Амки, Фамасы. Раскидывают сейчас гранаты. Коктейль Молотова в коннектор. Игроки команды Фнатик не высовываются терением героики. Чекают миддл. И в этот момент Мерц разваливает Кримза. Это три в четыре. У Скрима хороший шанс забрать Исилиана. При этом на коврах стоит Фримерк. Возвращается. На шепте чекает яму. Бомба далеко. Хироки в меньшинстве. У Фнатик хороший шанс затащить этот бой. Ну вот затащат ли они. Я на самом деле якобы спойлернул сейчас. В чат написал 16-13. Но если честно, я не знаю, кто тут победит, дорогие зрители. Потому что я смотрю так же, как и вы. Коктейль Молотова от Мерца в коннектор. Идет он все-таки под Б плен. Там у нас Гзист. Неужели он этот раунд не возьмет? Но он играет на Эдварде. Пропускает пока что над собой Моди. И вот, наверное, Моди его заберет, судя по всему. Просто в ухо. А дальше полетят банки и парни займут плен Б. Потому что даже если один минус Гзист сейчас сделает, то все будет очень хорошо. А он его не делает. Моди выходит, забирает опорника. Летит граната. Скрим! Какая башка просто отлетела. Мерц. Прекрасная работа. Скрим почему-то решил вернуться назад. Хотя на зиге живи. И вот тут, видите, вопрос мискоммуникации. На самом деле, Скриму не надо было уходить. Он в библиотеке. Его чувак на зигзаге. Играйте себе и выигрывайте. Скрим в итоге 1 в 2. Выходит из библиотеки. Бомба ставится. Но, не знаю, Фриберг и Моди. Скрим тут имитирует сейчас. Как будто он вышел. Топоты разные. Но ребята просто на размене сыграют. Поэтому вряд ли. Скрим. Видит 1. Забирает Моди. Выход от Фриберга. И все-таки у Скрима был шанс. Это победа команды Хероик. Поздравляем ребят. Карта Мираж уходит именно к ним. Все-таки Сеня знал сценарий этой карты. Не зря это было. Это была не просто ошибка. Это сценарий, который Сеня пришел заранее. Вторая карта нас также ждет после небольшой паузы. Поэтому минут 10 и возвращаемся на цель пролигу восьмой сезона. С вами Сеня Мингот. Никуда далеко не расходитесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok